Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в белорусской культурной столице, городе Несвеже, история которого насчитывает 800 лет. Участники межправсовета поздравили друг друга с юбилеем. Со дня подписания договора о формировании единого экономического пространства исполнилось 10 лет. ЕАЭС движется на верном пути развития, подчеркнула Кылбек Джапаров на заседании в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам первого квартала 2024 года промышленная производство во всех странах показало хорошую динамику. В среднем по Союзу рост составил 105,6% к аналогичным периодам прошлого года. За отчетный период темпы роста пассажирооборота составили 109,5%, а оборота розничной торговли 109,3%. Положительная динамика сохраняется и по многим другим сферам. Например, реальный темп роста ВВП Кыргызстана с января по апрель этого года составил почти 107,5%. Объем внешнеторгового оборота по итогам первого квартала увеличился почти на 30%. В результате повышения эффективности таможенного администрирования в Кыргызской республике по итогам 2023 года темп роста поступления таможенных платежей составили более 150% по сравнению с 2022 годом. По итогам первого квартала 2024 года таможенная служба Кыргызстана обеспечила поступление в три раза больше, чем в первом квартале прошлого года. На заседании в узком составе были заслушаны доклады профильных министров ЕЭК по важным для каждой страны вопросам. Аклбек Джапаров отметил, что все принимаемые решения должны быть взаимовыгодными. Внутреннее производство, промышленная кооперация и устранение барьеров внутри Союза, все это стоит во главе приоритетов. В ходе майского заседания Высшего совета президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыр Нургаджевичем Джапаровым, обозначена необходимость усиления работы внутри Союза с третьими странами по снятию инфраструктурных ограничений, законодательных барьеров и синхронизации работы контролирующих органов с тем, чтобы обеспечить быстрые перевозки посредством цифровых платформ. Ранее наша страна предлагала регламентировать контрольно-досмотровые мероприятия в процессе перемещения товаров на внутренних границах Союза. Наряду с этим пришло время найти новые решения по снижению себестоимости авиаперевозок между странами Альянса. Стоимость авиабилетов играет важную роль в обеспечении мобильности передвижения людей, в том числе имеет прямое влияние на развитие туризма внутри Союза. Сейчас туристическая отрасль составляет 7,6% мирового ВВП. И в течение следующих 10 лет данный показатель может составить 1,6% и порядка 430 миллионов работающего населения будут заняты в этой отрасли. Ещё на что обратил внимание Клбек Джапаров – это меры по адаптации к изменениям климата и минимизации экологического ущерба в странах евразийской пятёрки. Для этого необходимо внедрять водосберегающие технологии в сельском хозяйстве и промышленности. Обеспечение продовольственной безопасности также продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности ЕАЭС. «Страны, которые принимают участие – это Казахстан, широкая и высокая композиция, Кыргызстан и Монголия». Семи продовольственной безопасности на пространстве Евразийского экономического союза посвятили целую международную специализированную выставку «Белагра-2024». Она собрала почти 500 компаний из более десяти стран мира, в том числе Кыргызстана. «Добро пожаловать на национальные страны Кыргызской республики». «Здесь представлена у нас колбасная продукция, ежегодный объем производства составляет 17 тысяч тонн. Далее представлена у нас продукция колбасная. Вы говорили в презентации, что рыбы в Сыкуле выращивают?» «Нет, в других прессных водах. Я думаю, что на Сыкуле мы запретили». Отечественную агропродукцию представили около 20 компаний. Кымыс, курут и чалап, мед и сухофрукты, свежие ягоды, фрукты и овощи. В нашей стране было чем похвастаться перед другими участниками выставки. Также все смогли ознакомиться с передовыми направлениями и технологиями в растениеводстве и животноводстве и с разнообразием сельхозтехники. «Самый большой серийно выпускаемый трактор 350 лошадиных сил. Заканчиваю подготовку к выпуску опытного трактора в этом году до конца года 500 лошадиных сил». «Ну и гусеничный. Это самая непростая была разработка». Сельское хозяйство в Кыргызстане является одной из приоритетных отраслей экономики. Политика развития агропромышленного сектора нашей страны направлена на стабильное функционирование внутреннего агропродовольственного рынка, а также поиска новых экспортных ниш. «В рамках реализации стратегических документов планируется в ближайшие годы реализовывать 100 крупных проектов в 11 отраслях агропромышленного комплекса, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. В Кыргызстане достигнут высокий уровень самообеспеченности молочной продукции, более 112,7%, сахаром около 86%, говядиной 85%, а также картофелем 186%, овощами и бахчевыми 167%. Вместе с тем сохраняются низкие показатели по растительному маслу мяса птицы и пшеницы». В сельском хозяйстве Кыргызстана за последние годы произошли кардинальные изменения, отметила Кылбек Джапаров. В стране имеется 480 тысяч аграриев. И главная задача руководства страны на сегодняшний день – объединить интересы фермеров и помочь капитализировать им то, что растет на их земле. «И мой вопрос вам. Какие новые технологии и направления в агропроме вы считаете наиболее приоритетными для ваших аграриев?» «Так как нам необходимо обеспечить не только свою продовольственную безопасность, но и создать благоприятные условия для наших бизнеса, фермеров, для экспорта этой продукции за рубеж. Поэтому капельное орошение, новые ирригационные системы, механический полив для того, чтобы эту воду сохранить и получить максимальный результат вне зависимости от погодных условий – это то, что является на сегодня одной из главных задач в сельском хозяйстве». На сегодняшний день в ЕАЭС складывается положительная динамика производства сельхозпродукции. В 2023 году по сравнению с 2015 оно увеличилось на 22,7%. Глава Кабмина считает, что пора прорабатывать вопрос финансирования и средств бюджета Союза совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе. По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета в городе Несвеж был подписан ряд документов. Отметим, что это уже вторая встреча глав правительств стран ЕАЭС в текущем году. Мадина Низамова, Бигзат Машрапов, Эльтер, Бишкек.